Насколько я понимаю, есть официальная информация. Азербайджанское руководство и российское руководство это согласовало. Какие там могут быть миротворцы, население армянского больше нет. Значит, его никто не вырежет, не перестреляет, не депортирует, как это было в столетней давности геноциде армян, в какую-нибудь пустыню под Дейроизор. Поэтому, получается, нечего там делать российским миротворцам. Никол Пушинян Карабах сдал, территорию эту Азербайджаном признал, признал. Надо сказать, сделал все, что только можно, чтобы сдать Карабах. Пусть то, как армянское население его покинуло, справедливо опасаясь за свое будущее и будущее своих детей, делать миротворцам там в принципе-то нечего. И дальше это уже вопросы, которые относятся к компетенции ПАКУ и Москвы. Зачем там миротворцы? А что касается договора, вы помните, была такая страна, Советский Союз. Но там тоже был договор, много чего другого. И страна эта даже довольно долго держалась. А потом, через три четверти века, некоторые республики, Армения была среди них, пошли отделяться. И все. Так что вопрос о том, что договора нет. Договор есть, но исчезло предметов его содержания. К Николу Пушиняну вопросы задавать надо армянским средством массовой информации. Сейчас армян нет в Стамбуле. Сейчас армян нет в очень и очень многих местах, в которых армяне жили на протяжении столетий, а иногда и тысячелетий. Ну, что теперь делать? В данном случае по Карабаху это все вопросы к Николу Пушиняну. Зачем ему надо было сдавать Карабах и отказываться от него? Он же это сделает. Ну, может быть, он станет податным, как Еленский или уже стал. Ну, не богу, еще что делать. А дальше будет. Если Гереван сказал, что Карабаху это Азербайджан, то дальше все вопросы с миротворцами решают азербайджанское руководство и российское руководство. Исходя из логики отношений Азербайджана и Москвы. Позвоните к людям, которые избирали вашего премьера. И задайте им все эти вопросы. Они голосуют за человека, который перечеркивает будущее их страны. Ну, они же вам что ответят? А он нам нравится. Ну, хорошо, нравится. Все вопросы к Пушанину.